Всем привет! Здесь я хочу представить сборку программного обеспечения, позволяющую протестировать состояние памяти видеокарт различных серий AMD и NVIDIA. Для этого понадобится накопитель. Это может быть флешка объемом минимум на 128 гигабайт, но по мне лучше использовать SSD или обычный жесткий диск. Собственно, я воспользуюсь твердотельным накопителем на 480 гигабайт. Подключив его к материнской плате напрямую без использования каких-либо переходников, для наибольшей скорости приема передачи информации, в операционной системе Windows 10 на рабочем столе кликаю по ярлыку папки T-сервер, где располагаются дампы разделов дисков с софтом для теста видеопамяти. Чтобы их развернуть, подойдет программа DiskGenius. Перейдя к ее расположению, запускаю, кликнув по .exe файлу. Несмотря на то, что она на китайском языке, все достаточно интуитивно понятно. В левой части экрана представлены накопители. Из имеющихся выбираю только что установленный SSD. Кликнув по нему правой клавишей мыши, из контекстного меню запускаю данный пункт. В появившемся окне создаю 5 разделов. Первые 2 по 30 гигабайт, третий 70, четвертый 50 и пятый 80. Затем вставлю галочки напротив указанных строк и очищаю название томов. Остальные параметры вставляю как есть. Нажатием на данную клавишу, активирую внесение изменений. В новом окне собственно их подтверждаю. После того, как накопитель подготовлен, кликаю вновь правой клавишей мыши по только что созданному первому тому. Из выпадающего меню открываю данный пункт, позволяющий восстановить разделы из образа. Нажав на данную кнопку, указываю путь к файлу дампа тома под именем 1. После чего выполнив подтверждение, разворачиваю его на SSD. Процесс занимает некоторое время. По его завершении, произвожу аналогичные действия со вторым разделом. И конечно же в этот раз указываю образ под номером 2. С оставшимися тремя томами делаю все точно также. Для того, чтобы развернуть разделы на диск меньшего объема, все тома придется существенно сократить. Завершив подготовку накопителя, перезагружаю компьютер. При его запуске следует зайти в настройки UEFI или BIOS. В моем случае для этого нажимаю DEL. Затем перехожу в расширенный режим, используя клавишу F7. В приведенной версии UEFI, переместившись в раздел BOOT и открыв пункт CSM, во всех имеющихся тут опциях необходимо установить легоси. Вернувшись на один шаг обратно, в приоритете загрузки первым выставляю только что подготовленную SSD с набором программ для проверки видеопамяти. Затем нажимаю F10 и сохраняю сделанные изменения. После этого компьютер перезагружается и по окончании самотестирования в течении 5 секунд следует нажать Enter. Далее запускается меню загрузчика Grab, где приведены ряд операционных систем. Так, для проверки памяти на картах NVIDIA используются DOS и дистрибутивы Linux Tiny. Данные сборки дают возможность выполнить диагностику видюшек серии RTX, GTX как более ранних версий, так и актуальных по сей день. Что касается графических адаптеров от AMD, то здесь используются дистрибутивы Linux Ubuntu разных версий, которые имеют набор программ для диагностики карт в основном серии R, RX и Vega. Практически во всех приведенных операционках софт для проверки находится в домашнем каталоге. Небольшое отличие имеется в данном дистрибутиве, с помощью которого попробую протестировать 8-гиговую карточку RX 580 Sapphire Pulse. Выбрав его и немного подождав, когда он прогрузится, согласно приведенной информации нажимаю сочетание клавиш Ctrl и D. Далее предлагается ввести логин, я прописываю root. Таким образом мы оказываемся в домашнем каталоге суперпользователя. Набрав команду ls, посмотрим, что тут находится. В своем большинстве это скрипты для проверки видеопамяти. Из имеющихся воспользуюсь данным для своей карты. Чтобы его запустить, набираю точка слэш 580 и нажимаю enter. После чего происходит тестирование видеопамяти. При условии, если монитор подключен напрямую к проверяемой видюшке, на экран выводятся различные горизонтальные полосы. По времени на тест у меня ушло 37 секунд и каких-либо проблем обнаружено не было. Чтобы посмотреть детальную информацию об ошибках, если таковые имеются, запускаю скрипт с именем 580g. В открывшемся текстовом редакторе во всех подробностях приведены данные по каждому каналу банок памяти. Если в одной из строчек будут указаны числовые значения, в таком случае чип памяти по этому адресу имеет ошибки. Определить неисправную банку памяти на карточке достаточно просто. Нумерация каналов идет снизу вверх против часовой стрелки, начиная с A и заканчивая D, числовые значения в которых 0 и 1. В результате это выглядит данным образом. Для видюшек NVIDIA расположение каналов отличается лишь тем, что они начинаются с единицы, а не с нуля как на AMD. Вернемся обратно к дистрибутиву с программами и посмотрим на содержимое в используемых только что скриптах. Открываю с помощью текстового редактора NANO 580. Как видим здесь прописаны три команды запускаемые почередно. Первый переход в каталог. Вторая удаление файла mem.mfa.log. Третий запуск программы t-server. Возвращаясь обратно в командную строку нажатием сочетание клавиш ctrl плюс x. Теперь глянем что скрывается в скрипте 580g. Здесь также сначала выполняется переход в указанную папку, а потом открытие с помощью текстового редактора Pico log файла. Закрываю NANO и перехожу в каталог mods. Введя ls видим, что здесь находятся папки с программами для тестирования соответствующих видюшек. В моем случае перемещаюсь в данную отвечающую 580 картам. Вновь используя уже известную команду для просмотра информации в находящемся каталоге можем наблюдать программы, а также конфигурационные и лог файлы. Из них запускаю AGT с ключом mccfg. В результате приводится достаточно подробная информация о типе памяти, ее общем размере и объеме каждой из банок. В некоторых случаях возможно, что емкость одного или нескольких чипов оперативки будут отличаться в меньшую сторону. Это может говорить об их неисправности. Для проведения тестирования из текущего каталога, в отличие от приведенного ранее скрипта, прежде следует удалить данный лог файл. После чего, для выполнения диагностики, воспользуюсь программой t-server, запуск которой выполняю с ключом bro-test равном mfa. Далее собственно идет проверка памяти, по завершении которой выводится результат. В данном случае все хорошо. Более подробную информацию по итогу проведенного теста можно посмотреть в файле mem.mfa.log, который я открываю редактором nano. Собственно это тот же файл, который я запускал с помощью скрипта 580g. Помимо информации о каждом канале памяти, приводится частота, на которой он был проверен. Вернувшись к командной строке, для очередного теста удаляю лог файл. Затем ввожу точку gt пробел тире mem равно 1950. Таким образом меняю частоту работы банок памяти в ходе диагностики с базовой 300 мегагерц на указанную. Далее опять запускаю t-server. Такие изменения в ряде случаев могут позволить выявить неисправную видеопамять, которая при низких частотах работает хорошо. В моем случае проверка прошла успешно, о чем также свидетельствует информация в лог файле. Как вариант установить состояние карточки можно, когда монитор подключен не к ней, а например к встроенному графическому адаптеру. В таком случае, перейдя в каталог видюшки и запустив программу gt с указанными значениями, приводится информация о ее памяти. А вот что касается работы программы t-server, то здесь она немного отличается, так как в этом случае на экран не выводятся различные полосы серого цвета, а в остальном все так же. Что касается диагностики карт nvidia, то более подробную информацию я представлял ранее, ознакомиться с которой можно перейдя в описание. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok